Дорогие друзья, всем категорически Маткульт-привет из замечательной студии Диплой проекта Канал в офисе, который снова нас сюда позвали для того, чтобы мы провели подкаст. Здесь идеальное место для подкастов. Так вот, кто же у нас сегодня гости? Кто вот этот вот искалеченный человек перед вами? А это Олег Степанов. А это кто такой? Бородатый, да? Видишь, не искалеченный. Это Боря Акимов. А знаете, кто они? Это Россия-2062, которую я в последние пару лет всячески пиарю то там, то здесь. И частью которой я сам являюсь. Я в списке, в интернете зайдите на Россию-2062. Политбюро. Прям даже я член политбюро. Член политбюро. Вот. Так что мы сегодня будем говорить про этот замечательный проект, про это замечательное начинание, про это движение, которое моя жена называет движением надежды для России. И вот этот вот манифест, он говорит, манифест надежды для нашей страны. Потому что то, что нам уготовили, вот в этой книге описано самое радужное из всего, что предсказывается на будущее двумя специалистами по искусственному интеллекту. Точнее, вот это вот фантаст, типа, ну там, а-ля Стругацкие, да, наши, да? Чен Цуфань. Да, а это вот один из создателей искусственного интеллекта сегодняшнего года, который, да, это такой очень, как говорят, я не знал, говорят, прям один из самых первых вообще в этом. И они написали, говорят, все тревожатся, тревожатся, давайте по-настоящему взглянем в будущее реальными глазами. Это не псевдоним Германа Грефа? Кайфулин. Нет, это Греф, я думаю, его там какой-нибудь правая рука там здесь на побегушках, что называется, ну, ой, я шучу. Нет, ну, я... Нет, я думаю, что... Ну, это просто люди, которые причастны к вот кардинальному изменению сегодняшнего мира, которое действительно происходит, которое описано во всяких футурологических произведениях, о котором камлают там Песков, Лукша, там Греф и так далее, да, которого все ждут, там кто-то с ужасом, кто-то с радостью, причем с радостью поистине дьявольской такой, вот, наконец, мы положим, вот, полностью разберемся и расправимся со всем нашим традиционным наследием, этим проклятым, который приводит к войнам, который приводит к конфликтам. Будущие люди будут одинаковые и никогда не будут конфликтовать. Они будут неотличимы от роботов. Это ли несчастье, да, говорят нам? Брянное человеческое тело, наконец, в могилу. Да, да, в могилу, и все, здесь будет все делаться для роботов. Я, более того, я даже вот в ужасе думаю, что в каком-нибудь 30, там, ну или вот 41 году будет постановление какого-нибудь очередного, значит, премьер-министра о том, что отныне в функцию полезности государства включается и функция полезности роботов, которых мы уже наплодили в количестве нескольких миллионов, а потому что иначе нечестно, права роботов-то у нас... Ну да, и налоги. Да, они же, да, они у нас поражены в правах. Нужно, наконец, прекратить всякую дискриминацию. И теперь роботы будут, значит, ну и когда их станет больше, они изберут правителя робота. Ну и, собственно говоря, всех остальных перебьют, нафиг, и никому это не нужно будет. Все это описано уже в мультсериале «Футурам». Ну, да, я к тому, что эта книга наиболее такая, наиболее спокойная из всех, но тем не менее, прочтя вот там главу про искусственный интеллект в области образования, значит, вот анализ этой главы я прочел, и я как бы, ну, я не рад. То есть я, во-первых, я совершенно не уверен, что вот это все быстро... Ну, это как раз, слава богу, что это быстро не создастся, но суть в том, что так замечательно работать, как они пишут, это, конечно, не будет. То есть это будет работать в головах у фантастов. На практике это приведет просто к полному сворачиванию какого-либо массового образования, и это мы все прекрасно понимаем, на самом деле. Но суть в чем? Суть в том, что несколько лет назад, до ковида или после ковида, я не помню, написали мне два человека, Олег Степанов и Боря Акимов, и пишут, мы занимаемся, ну, проектированием будущего. Я думаю, бля, опять футурологи, господи. Проектирование будущего. Сколько я... Леша мне берет. Я его... Сколько времени, сколько я от них от всех отбивался, да? Думаю, еще одни. Проигнорил. Потом вернулся, что-то смотрю. Так, развитие территории, фильм «Левиафан». Что-что-что-что, «Териберка». Так-так-так-так-так, нет, подождите, очень интересно. Значит, я помню, как я... Значит, ну вот, я помню все эти отзывы, но, если честно, я так и не посмотрел фильм «Левиафан». Ну, тоже. Ну, я смотрел, смотрел. Уже после того, как мы в «Териберке» работали, да, просто. Я посмотрел, но я посмотрел отзывы на него, понял, что происходит, да? То есть, как бы, видимо, представлена вот во всей своей такой страшной красе разваленная русская провинция. Такая нелюбовь, я бы сказал. Ну, да, нелюбовь. Да, фильм не о любви, а просто о том, чтобы вот показать, как она серымяга выглядит. Ну, в общем, не смотрел, не сужу. Опять же, да, нельзя судить. Но, тем не менее, я понял, что было большое возмущение там в рядах патриотов по этому поводу. И, ну, как бы сказать, ну вот ты повозмущался и пошел себе спать, да? Или повозмущался, на работу пошел, да? А вот два человека взяли, повозмущались, не стали возмущаться, а просто поехали. И пошли в «Териберку». В «Териберку», да, пришли и сказали, давайте здесь делаем картиночку. Ну, вот расскажите прежде всего про «Териберку». А знаешь, я вот, чтобы позволение, приучу чуть-чуть логику повествования, потому что, мне кажется, вот те, кто сейчас... Я должен объясниться. Да, что случилось? Я уже, когда пришел, я говорю, Леш, давай отменим эфир, потому что... Не, 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 ну, когда мы еще соберемся... Вот этот человек спасает Россию? Нет, когда мы еще соберемся, так, ну, какие есть, такие спасаем. Тут, как бы, нечего... Ну, а в принципе, как вышел, действительно, спасал Россию, вот и пришел. Получил, да, такую травму при спасении России. Ну, скажи, пожалуйста, что я за тебя говорю. До того, как Олег будет рассказывать, мы, вот, я прошу всех поставить на паузу и написать в комментарии версию, как, спасая Россию, можно получить такой вид. Вот, то есть, как бы... Ну, тут вот, я говорю, у меня сразу там десятки версий, но я не буду их излагать. Вот пусть каждый... Вот задача, да, квест. Как, спасая Россию, можно приобрести вид, который сейчас имеет Олег Степанов. Вот, теперь отжимайте паузу, и мы получаем ответ. Ну, как? Есть такая у нас идея, у Бори идея, переселение... Душан в деревню. А, или людей в мегаполисах, да. Ну, вот я решил переселиться в деревню, приезжаю в деревню, встречают меня деревенские мужики, говорят, ты кто? Я говорю, я москвич, переселяюсь в деревню. Они взяли дубину. Как? Пошел отсюда! Нет! Нет! Неверно! Переселяйся обрадом в своем москву, да? Ладно, расскажи по-настоящему. Давай по-настоящему. Без мосмодернистской иронии. Хорошо. Серьезно. Сто лет назад мой прадед, губернский агроном Иван Павлович Степанов написал книжку. Агрономическая помощь населению и прогресс крестьянского хозяйства. Что-то такое. Где... Ну, я когда эту книжку читал, я увидел у него такие строки о том, что лес без деятельности человека, он гибнет, умирает, ну, и приходит, в общем, в чахлое состояние. В чахлое хаотическое состояние. Нет, это самое... Поэтому еще будучи участковым агрономом, он работал всегда с крестьянами, чтобы они пасли скот в лесу, чтобы они лес чистили, прореживали, ну, правильным образом. Это, кстати, шикарная идея вот этого симбиоза, по-моему, очень в духе вот Кирилла Копейкина, отца Кирилла Копейкина, вот что. Человек, он не, как сказать, не просто не трогает природу, он на ней творчески работает. Да. Да, да, но это вообще одна из... Ну, это прекрасно, да, 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 да. Ну, да, и соответственно, здесь надо чистить. Человек борется с энтропией. Да. То есть это, как бы, человек причина негантропийных процессов, в том числе в природе. Вот, поэтому вот мы в России 262 говорим о том, что природа не надо охранять от человека. Человек на природу воздействует, но он ее гармонизирует, да. А пришел и гармонизирует его. Сейчас узнаем. Решил я, значит, гармонизировать природу, и мы с друзьями там, с соседями... По советам прадеда. Кратово, да? Да. Решили, договорились с лесничеством и решили чистить лес. Чистить лес, который между Кратово и Северной Казанкой, да? Ну, это виноградовское лесничество, да. Одно из лучших было Советского Союза. Там всякие рогенины происходят всегда. Мы теперь не будем перешагивать, да, там через эти роги. Да, осторожней. Ну, то есть он сейчас пришел в ужасное состояние. Было одно из лучших в Подмосковье лесничеств, ну, и лесов огромный. Давайте подвинем, вот, громче. Было слышно. Мой голос слышен всем. Ну, в основном валежник, естественно, там пилили и так далее. Потом я смотрю, ребята, зацепили канат за дерево сухое и начинают его валить на себя. Я говорю, ребят, вы что делаете? Динозавры так делали в книге «Затерянный мир» Канан-Дойля. Динозавры хватали за дерево, да, чтобы достать листья. Валили себя и потом дико въезжали, когда по голове им приезжало. Ну, вот люди, видимо, уже дошли до этого уровня. Короче, я выступил в роли этого динозавра. То есть дерево упало не на них, хотя они его на себя валили. Оно упало там 20 градусов в сторону, ну, на меня. То есть ты пытался их остановить, и вот время оно падало? Да. Ну, оно надломилось, да. Оно должно было на них упасть, потому что они тянули его на себя. То есть спас, получается, да? Нет, ну не спас. Просто они вовремя остановились, как бы, и оно просто пошло чуть в сторону. Ну, в общем, можно сказать, тебе выдать медаль за гармонизацию не просто планеты, а конкретно леса, в котором ты живешь. Ну, это круто, да. Это очень круто, да. Я с этой идеей... Профессиональная травма. А вот если вспомнить, как началось все в Цериберке, я о чем-то спросил, то у меня какое-то конкретное прямо такое есть воспоминание, как я читаю в Фейсбуке какие-то дикие вопли по поводу того, что Цериберка — это такая жопа. Не зря мы снимали этот фильм, потому что фильм, значит, он показывает, что вся страна — это жопа, а вот и правильно так здорово, что нашли такое место, которое является таким симбиозом с плавом всех, так сказать, свойств жопы. То есть это жопа-жопа, получается. Вот. Я подумал, ну, смотрите, если вы даже поставили ее на пьедестал, такой, да, вот, что есть такая, вот, типа, главная жопа. Да, да, да. В России — это жопа, а у жопы есть еще жопа. Так надо скорее ехать, потому что это уже большой очень потенциал какое-то вот место, если оно названо главной жопой страны. Ну, и вообще, если мы понимаем, действительно, уже без шуток, что есть какое-то место, которое прям жопное, так если вы какие-то небезразличные люди, наверное, надо пойти исправить ситуацию, сделать так, чтобы там эта жопа как-то закончилась. И, собственно, я об этом рассказал с моим коллегам и друзьям, Олегу в том числе, и мы туда поехали. Поехали. У меня слово жопа очень нравится. Борь, вы много раз повторяете. Жопа, да, жопа, жопа. И мы туда поехали. Ой, как Юре будет нравиться этот фильм. У меня сын Юра, он вот это слово тоже очень любит. Так. Все дети любят слово жопа, мне кажется, это. Приехали. Сколько вас было? Да, ну, мы приехали какой-то первый раз, когда у нас была экспедиция, человек там 20, на самом деле, достаточно много, да. А что это за люди, друзья, да? Ну, это были, да, там, коллеги, коллеги по работе, друзья, в общем, все, кто просто в интернете написал, я хочу с вами поехать, давайте, посоединюсь. Ну, и как бы поехали разведать. Неплохо. Что за ситуация, что там вообще на самом деле происходит? Не как там блоги и новости говорят. Мы на самом деле пообщаться с местными жителями там. Просто увидели, что это какое-то потрясающее место, в смысле того, что это просто... У меня до сих пор впечатление, ну, я бы не во всем мире, конечно, бывал, ну, не только в России бывал, там, объехался когда-то в отрозковом возрасте, там, США, например, но вот самое красивое место в мире, как я видел, это Терибер. Она мне вот произвела, с точки зрения именно природной красоты, на меня это был номер один, так и осталось. А ты до этого на Кольском не был, да? Не был. Не был на Кольском, но с тех пор я был уже на Кольском, в многих местах, мне все равно Терибер Петер, как бы моя любовь, так и осталось. Хотя не исключаю, что есть какие-то более красивые места. Ну, Леш, Прохибины, это имеют в виду. Ну, я и Прохибины, ну, и там, Мурон с окрестностями. Не, ну, Кольский, это да, Кольский, Карелия. Там, я так сформулировал для себя райские места. Такое ощущение, что вот, вот, не больше мне нигде в мире, там, у меня такое ощущение не было, потому что были много красивых мест, что вот только что, как бы, вот, прошел Господь и только что-то он сотворил землю, он ушел, и как бы вот, и мы такие приехали, потому что все следы человеческих жизнедеятельств, которые там есть, полуразрушенные бараки, на тот момент их было много, сейчас там почти не осталось, но и так, там, какие-то советские армейские, какие-то строения заброшены, это все настолько мизерное, микроскопическое, посмотрите, это вот масштабный, как бы, ландшафт, ландшафт в северном, что кажется, что вот Господь, он сотворил и ушел. Вот, и ты такой, идешь по этим следам Господа. Вы не тогда были? Мы первый раз были в апреле, по-моему, там еще снег, в общем, потом было много, много раз, вот, а потом, ну, собственно, с Олегом затеяли, там, как бы, рестарт, что ли, всего поселка, потому что решили такую новую жизнь, возродить, это получилось. Когда мы первый раз приехали, у нас, мы пошли, написали письмо губернатору, я помню, тогда это, у нас не было опыта какого-то развития территорий, то, чем потом мы стали заниматься в рамках какой-то большой земли, оно большая земля, которая к этому все привела, это был первый наш опыт, и мы написали письмо губернатору, потому что, ну, была такая идея, что мы приедут какие-то люди, будут сейчас шуметь, там, информационно, и что-то делать, будут подумать, вдруг это какие-то там ничьи люди, оппозиционеры какие-то страшные, будут нам мешать из-за этого. Мы поэтому написали, что мы хотим приехать, мы поддерживаем все хорошее, против ничего не выступаем, мы только хотим заняться здесь вот восстановлением того, что можно восстановить. Хотим посмотреть, посмотреть, и вот, и вообще, вот, готов с вами там, здорово встретиться, лично рассказать. У нас какой-то вице-губернатор встретил на тот момент, сказал, что, говорит, вот вы когда вернете, мы говорим, там, через три, а что там делать, там, дорога нет, вы там застрянете, лучше вообще не ехать, а если вы проедете, то скорее обратно, потому что, вы застрянете там, а там делать нечего. Начевать негде, там никто не живет, принято решение о закрытии поселка, две трети жителей уже отселили, всех жителей не седают вообще. Да, уже переселили, там одни бандиты, браконьерят краба, ночевать негде, оттуда заберите, это единственное хорошее, что вы можете сделать, потому что мусор там уже, там, 30 лет никто оттуда не вывозит, бюджета нет на это, вот, а вот через два года, когда уже, вот, ну, там началось действительно такое цветение, я бы сказал, да, фонтанирование жизни, как вы переломили, что вы сделали, вот это интересно. Ну вот, и нам говорили, ребята, вы что сделали-то, ну, ну, я там пытался там, рассказать, что мы делали, слушайте, говорит, это было, говорит, очень легко сделать, потому что это самое красивое место на земле, и вот, я тогда просто подумал, что, вот, действительно, что мы сделали, мы изменили в голове людей, вот этот огромный минус, что это самая жопа на земле, да, сложно, на, мы создали новый гуманитарный дискурс, это же бездельный, когда я в Майкопе, вот, я зазывал там поступать, в рамках нашего мат-центра, там, в Адыгейский госуниверситет, говорил, что там приезжает профессора фистехов, фистеха, да, там еще каких-то стекловки, вот, и вы будете учиться здесь, в прекрасном райском месте, прямо у гор, в местных студентах, я встречал, ну, не во всех пониманиях, ну, горы, горы, да, что на них смотреть, я в Москве, да, мечтать могу о том, чтобы там за день, за день забраться, съездить туда, забраться на высоту, там, 2 800, и съездить назад, это же вообще, если бы это было, в Москве было бы совершенно другое качество жизни, в Москве и так хорошо жить, но представьте себе, что была бы еще гора 2 800, а у них она вот под боком, не понимают, не понимают, что тут такого, да, гора, а я, кстати, бы такую ремарку просто показать, местные тоже, да, не понимаешь, что самое красивое, сейчас цифровая ремарка, просто, вот, когда мы приехали, первый раз, 15-й год, посмотрели, я смотрел, я помню, там, объявление о продаже квартиры, квартира, там, двух-трехкомнатная квартира, стоила, там, что, 300 тысяч рублей, да, и кто не покупал, когда мы приехали, в прошлом году, то мы там встретили одну из переселенок, которых там уже много, дошли на переселенок, приехал из Балашки, он говорит, мне так нравится, я влюблено в это место, я здесь работаю, жаловь только квартиру, здесь уже не могу купить, я говорю, в смысле не можете, он говорит, ну, если вот я Балашки квартиру свою продам, где они купили, если вы, ну, как, не можете, а сколько стоит квартира, она говорит, трехкомнатная стоит там, 7 миллионов рублей, а, это вот, семьи, еще не найдешь, та самая, которая стоила 300 тысяч, кто-нибудь, какие-нибудь эти самые дельцы могли бы там все скупить, мы могли бы быть, мы просто, ну, все ногти, локти обкусали себе, потому что гектар стоил, гектар земли, 10 тысяч рублей, еще бы тебя расцеловали, вот, в задницу, если бы кто купил за 10 тысяч рублей гектар, никто не покупал, ну, а сейчас там, там, точнее, даже через 2 или 3 года, гектар не в собственность, а на 49 лет право аренды, на 49 лет уходил за 2 миллиона рублей, это было уже там лет 7 назад, я думаю, что сейчас еще дороже стоит. И там сейчас все, вот, музейная жизнь, да, развивается, все такое, да, то есть туда приезжают, то есть, как, значит, как и кому бы, вот что вы конкретно по шагам делали, можно ли это понять, или ничего, взяли, помолились и все, вдруг они увидели. Была какая-то такая, самая, с точки зрения, просто, внешнего наблюдателя, самое заметное, то, что мы там начали проводить фестивали развития территории ежегодные, какая-то некая точка такая летом, фестиваль, где мы демонстрировали, скажем так, разные-разные точки роста Териберки, и в течение года работали с разными группами людей, которые в этом, в этой жизни обустройство Териберки принимали участие от малого бизнеса и каких-то социальных там активистов, заканчивая какими-то гастрономами, урбанистами и всем прочим. И как бы во время фестиваля мы демонстрируем достижения нашей и местного сообщества, взаимодействия нашего сообщества в разных сферах. И сколько участников приезжало на фестиваль? Ну, например. Ну, сначала было мало очень, ну и вообще, сначала фестиваль все-таки был вот такой хлеба и зрелищ, как их обычно проводят. То есть привозишь артистов каких-то, ну там поваров, они что-то готовят. Вот когда мы местных начали задействовать во всем этом деле... Сколько там живет местных? Ну, на тот момент прописанных было 500. Жило реально человек 200, не больше. То есть даже... Большие коты, да. Но на третий фестиваль гаишники зафиксировали 5000 машин приехало. Но в каждой машине не по одному человеку. Там просто из Мурманска стояла пробка. Вот в эту сторону. Обалдеть. Вот это да. Но это не мурманчане, это прямо из Москвы, из Питера, да? Или это... Нет, это со всего Кольского. Москва, Питер, Урал, Дальний Восток. Ну, то есть там вот Мурманское телевидение снимало ролик, они подходили к людям, а вы откуда? Вы откуда? Ну, просто со всей России были люди. Конечно, большинство это был там Кольский полуостров, Москва, Питер. Но в принципе были со всей России. Потом началось и переселение людей туда. И вот то, что мы уже сказали про изменение угла зрения на территорию местных людей, которое выразилось, в принципе, в цене на недвижимость тоже. И то, что люди... Главная идея была оттуда только свалить как можно быстрее, да? То сейчас, помимо этой женщины-балашки, еще у меня яркое воспоминание, когда мы опять же снимали вот этот наш сериал в прошлом году, я пришел, там открылась пивоварня. Ну, среди прочего, ну, что там открылась, там сами... Я хотел спросить, что делают там люди. Пивоварня России. Четверг, вечер, четверг, семь вечера. Ноябрь, что-то нет, и октябрь, полмесяца. Дождь идет, естественно. Темно уже, так не снег. Нет, еще дождь идет, когда я сначала тебя что-либо. Вот, пивоварня, пивной какой-то бар, ну, в нем, собственно, пивоварня, стоит, значит, очередь там, ну, с 5-ти, на 6-ти человек за пивом. Я ставил, говорит, четверг-вечер, то есть, а там уже, там дождь идет, а очередь стоит. Я, значит, очередь подходит и покупаю пиво, говорю, вы пиво свое где продаете? В Москве есть? Они говорят, нет, в Москве нет, в Питере есть, да нет, в Мурманске есть пиво, можно купить? Они говорят, да нет. А где она продается? Она говорит, ну, как, вот, вот, смотрите, она здесь продается. Я говорю, ну, у вас пивоварня такая, достаточно большого размера, здание такое двухэтажное. Вы что, прямо вот здесь вот продаете? Он говорит, ну, вот, вы видите, очередь стоит четверг вечер, так она весь день тут и стояла. Она говорит, это не юг, здесь сезона нет. И вот эта же девушка, это была девушка, 20 лет, она так здесь нравится. Я приехал года три назад сюда, тут, думаю, хотела себе тут прямо построить дом. Вообще, есть там Анна, из Кольского тоже полуострова, но с каких других мест. Хотел дом, говорит, ну, такая земля дорогая, уже все, я не могу ничего здесь купить. вот, как бы, земля, все выросло в цене, именно потому, что много желающих стало там, не просто там даже вкладывать деньги, а просто там жить, переезжать, жить. А что они делают? Ну, вот смотри, на самом деле, ну, рыбный завод, понятно, мы потом уже, нет, мы там закрылся, да, закрылся, мы потом уже осознавали, когда вот, что сделали, да, ну, проводили там исследования количественные, мерили экономику, там, и так далее. И, вот, пришло вот такое осознание, да, когда мы туда приехали, нам все говорили, ребят, вы занимаетесь какой-то ерундой, развиваете социальный капитал, человеческий, что это такое, непонятно абсолютно, надо найти инвестора, который восстановит какой-то из советских предприятий, социальный, человеческий капитал, не в том смысле, в котором, в американских учебниках, по которым мы учились в РЭШ, это в другом смысле, это еще, ты еще расскажи, и про это, это уже интересно, да, вот, пары слов, ну, вот, найдите инвестора, который восстановит предприятие, советское, ну, рыбный завод, или судоремонтные мастерские, потому что поселок жил, потому что люди работали, да, у нас есть представление об экономике, что вот, есть какой-то инвестор, он там открывает какое-то предприятие, появляются рабочие места, люди начинают получать зарплату, соответственно, там, они начинают здесь жить, рожать детей, возникает какая-то социальная инфраструктура, культурка возникает, там, дом культуры, ну, и так далее, и вот, вот оно, вот, место живет, закрылось, соответственно, предприятие, и умерла, умерла жизнь, да, вот, и, ну, вот интересно было, что без нашей помощи, нашелся местный олигарх, который занимался рыбным промыслом, переработкой рыбы, у него было несколько рыбозаводов, были траулеры, свои, и так далее, он купил этот рыбозавод, вложил в него 800 миллионов рублей, это он мне сам рассказывал, да, оборудовал его, водил экскурсию, норвежское оборудование, все современное предприятие великолепное, все продумано, он не человек, который пришел на этот рынок, он об этом рынке все знал, на нем работал, и вот мы посчитали через два года, что дает рыбный завод, даже не Териберке, а Кольскому району, А Кольский район, он там сравним со Швейцарией, или с Бельгией, в общем он огромный, ну Кольский полуостров, да? Нет, район Кольский, район Мурманской области, один район, ну где, с центров Коли, да, райцентр это Кола, да, значит, работает, Кола это, кстати, вот кто не понимает, Кола это не какой-то там напиток вражей, Кола это последняя станция перед Мурманском, для здоровья, да, это, это собственно самый, если вдруг кто не знал, единственное было поселение, ну такое, городского типа, да, до Мурманска еще, да, то есть это старинный город, там есть Кола, там есть, значит, этот самый, по пути есть, Африканда, Африканда, отличная, но ты на поезде ездил, мы бы ты летали, всегда на поезде, да, ну почти всегда, Африканда, да, Африканда и Кола, да, в общем, поскольку это современное предприятие, оно там вырабатывало уже там в несколько раз больше, чем в советское время, но работало всего 25 человек, хотя в советское время сотни людей, работали на предприятии, да, ну потому что производительство труда, автоматизация и так далее, соответственно, что от этого достается местным, да, достается местным зарплата, в местных работало 5 человек, средняя зарплата 40 тысяч рублей, остальные вахты, 5 на 40 200 тысяч, плюс 20 процентов НДФЛ, значит, 25 человек на 40, миллион рублей фонд зарплаты, 13 процентов НДФЛ, 130 тысяч рублей, 20 процентов от 130 тысяч, получается еще 25 тысяч рублей, 225. 20 процентов от НДФЛ идет куда? На территорию, да, как-то было? в район, в район, да, от 13 и 20, да, да, пятая часть от 13, вычисляйте, это очень мало, вот, привет, да, вот, аренда 2 гектар земли под заводом, это, ну, 10 тысяч рублей гектар, это еще 20 тысяч рублей, в общем, 245 примерно тысяч рублей достается Кольскому району в месяц от инвестиций в 800 миллионов, практически в миллиард рублей, да, все понятно, мало того, вот, обычно говорят, это несправедливо, там, и так далее, я считаю, что это абсолютно справедливо, и везде в мире именно так, а деньги, чужие были, чужие, соответственно, мы прибыли туда, да, естественно, человек имеет право на прибыль, на возврат инвестиций, и так далее, то есть вопросы есть про транснациональные корпорации, то же самое, да, рыба, рыба, в Баренцевом море не принадлежит жителям Териберки, это национальное достояние, и, соответственно, налоги НДС, основная часть налога на прибыль идет в федеральный, в региональный бюджет, и так далее, что является, ну, как бы, трудом и достоянием самих жителей, труд, который они вкладывают на этом предприятии, человеческий капитал, и это, кстати, отличие вот нашего понимания человеческого капитала от понимания вот такого западного, на мой взгляд, извращенного, которое через образование, да, считается? Да, считается по количеству выданных дипломов, там, ну, и так далее, там еще есть несколько, как бы, составляющих человеческого капитала, но ты, получив диплом, ну, например, там, не знаю, там, МГУ, или там, какого-нибудь университета, там, Натальи Нестеровой, новоиспеченного, да, один человек что-то умеет, другой человек не умеет ничего, да, Как мы ее, какой-нибудь там, ну, по-моему, его уже нет, поэтому, бог с ним, ничего не имею, против этого университета, да, какой-нибудь токарь, ну, и засуни себе эту инструкцию в одно место, не могу, у меня оттуда диплом торчить, какой-нибудь токарь шестого разряда, умеет, ну, не имеет диплома, но его пространственное воображение и умение у него гораздо больше, чем у человека, получившего непонятный диплом, кроме того, даже если ты получил диплом, например, там, Новосибирского университета, ты можешь осуществлять свои навыки не в Новосибирске, твое здоровье, ты мне пригодишься, и вам того же, и вам не хворать, да, будешь? Давай, вот, человек может уехать в Москву, в Лондон, в Париж и так далее, и совершенно свои навыки, как бы реализовать, не на территории, где он получил этот диплом, поэтому мы человеческий капитал всегда меряем по тому следу, который это умение оставило на этой территории. Это совершенно идеологически другой подход. Да, поэтому жители Териберки только в количестве пяти человек обнаружили желание реализовывать свой человеческий капитал, то есть свои навыки. Через рыбный завод. Да, на этом рыбном заводе. Все остальные хотели быть бухгалтерами, юристами, экономистами, математиками и так далее. Школа математики в Териберке. А в Териберке экономисты, юристы, математики и так далее, они не востребованы. Математики, конечно, везде могут сидеть и решать задачи. Но инвестиции и экономика от этого завода, она распределилась абсолютно справедливо, она ничего не дала этой территории. Что мы развили? Ты спрашиваешь, что люди делали? Они начали водить экскурсии в океан, на птичьи базары. Мы привозили орнитологов, океанографов, которые обучали этому. Мы сделали экотропу на птичьи базары. Они начали делать консервы печени трески, они начали делать мороженое варенье, построили какие-то неправильные абсолютно гостинички. 12 гостиниц и 15... Начиналось все с ужасных совершенно. В водохранной зоне что-то строили. Это туризм, правильно? То есть это как бы идея вот этого развития территории стоит в том, что оно туристическая направленность. Это как вот сейчас Сесерти, скажем, да? Вот я был только что с лекцией в Сесерти. Ну да, там... Очень интересные, я бы сказал, люди, такие вот как бы... Руинированный завод. Да, нигде так вот, как в русской провинции, далекой провинции, не в миллионниках городах, а вот в далекой провинции. Но это не так далеко от Екатеринбурга, но все равно это совсем уже небольшое. И люди вот, они видно, что у них... Вот у каждого какая-то своя внутри вселенная такая интересная, да? Там вот двое на меня прям наскочили. Один такой весь в татуировках, а другой крепкий такой, ну... С фонарем подгон. Ну такой, ну если не с фонарем, то ясно, что с удовольствием бы его как бы... Кому ты поставишь. ...получил сам, да, если там какая-то несправедливость мира бы его оскорбила, да? Ведь Алексей Владимирович был наш любимый блогер. Как мы вас здесь можем вживую видеть? Это же невероятно, да? Вот, и, короче, поговорили там с ними. И вот прям чувствуешь, да, такая от них идет вот мощнейшая позитивная энергия. Вот они здесь живут, да? Им здесь хорошо. Я не буду здесь жить, да? Ну там, он поехал на СВО. Ну неважно, я имею в виду, что в целом, да, вот они как бы... Они выросли здесь, они выглядят гармонично, а не как рыба, брошенная, значит, куда-то на песок, там, какая-то там выученная в МГУ, и где-то там в финансовой конторе Нью-Йорка какие-то циферки на экране считающие, да? То есть это сразу видно, что такое настоящий человек. Слушай, ну вот знаешь, Териберка и Сесердь... Это тоже идет по той же программе музейное развитие. Да, да, потому что Сесердь – это Екатеринбургская Рублевка, это там 50 километров от Екатеринбурга. Это само собой. Это туризм. Я всегда говорю, что вот, ну, все-таки туризм, он не может оживить всю страну. Вот, я хотел тебя спросить. То есть Териберку оживил туризм? Да. Ну, ответ такой, что как бы вот здесь не только туризм. Да. И вот мы сейчас строим, да, идею. Ну, крайний пример, вот крайний пример, крайне противоположный. Туризм уже раздражает. Уже меня раздражает. Мне как-то. Вот. Крайний пример, противоположный туризму. Так. Это вот как-то под Борисоглебском, Ярославской области деревня. А, Ивановская-Налегче. Да, Ивановская-Налегче. Куда переехал московский успешный журналист в начале 90-х годов? Этот, Гаденова, недалеко там, да, где-то? Ну, сравнительно недалеко, да. Вот. Он переехал туда. Деревня просто очень маленькая, на самом деле. Там оставалось 50 человек и двое детей. Но там была школа, куда свозили еще из соседних деревень детей, и там училось в этой школе 20 детей. А-а-а. Он, поскольку у него было трое детей... Он увеличил более чем двое? Нет, он просто... Детское население это деревня, первое дело, он приехал туда. Да, да, да. В школе училось 20 детей, и он пришел, чтобы что-то сделать для своих детей. И он, он и его жена стали учителями в этой школе, вот. Ну, он фермерствовал и стали учителями в этой школе. Потом директор ушел на пенсию, местный какой-то мужик. Так. И никто не хотел в 90-е годы быть директором школы, там, получать какие-то копейки. Он стал директором школы. Вот, спустя 20 лет, вот мы были в прошлом году, тоже снимали серию фильма. Это какая глава? В эту школу... На образование. Ради того, чтобы учиться... Школа, как драйвер развития территории. Ради того, чтобы учиться в этой школе, в эту деревню переехало 450 семей. И в школе сейчас учатся 280 детей. Офигеть! То есть, никаких предприятий. Причем, да, сельская школа, бесплатная. Бесплатная сельская школа. Бесплатная сельская школа государственная. Вот это да! Пример, на самом деле, вот, ну, как бы неожиданного развития человеческого капитала, да? Ну да, да. То есть, этот человек имел некие навыки, да? При этом, это не обязательно, там, хорошая школа, потому что она отлично учит математики, или, там, я знаю, истории, или еще чему-то. У него какие-то есть свои, ну, у него есть свои, там, условия, там, закидывания. Ну, что это про школу мечты в Переславле. Там тоже, это как вторая героиня. А, понял, понял, понял. Ну да, значит, Владимир Мартышин, это как раз герой, о котором говорит Олег. Наталья Водополова, это как раз про школу мечты. А, это как раз школу мечты в Переславле, где я говорил, да? Да. А третья школа, которую мы в фильме снимали, это Орион. Это вообще школа, которую люди организовали, потом начали селиться родители с семьями вокруг школы. И это единственное поселение в Калужской области с 1990 года, которое возникло новое. Новое, официально новое деревье. Да, за подписью президента Российской Федерации. Это моя тема, это мне очень интересно. Вот это вот именно школьная тема, школьное развитие через школу. Потому что, ну, как бы, видишь, последние несколько лет мы занимаемся мониторингом пилотируемого падения всего образования. Я привел пример, что что угодно может быть. А, да, и вот создание каких-то школ, когда падение, ну, судя по решениям наших министров, это падение никак никто не планирует замедлять. Вот, соответственно, видимо, вот таких школ будет становиться все больше. Таких вот как-то ковчегов, да, ковчегов выплывания. Вот, то есть это вот такая, когда мне говорят, ну, а что же делать, все-таки, если мы полностью этот фронт, вот, полностью будет проиграть. Я говорю, ну, тогда мы, значит, своими руками строим по всей стране сеть школ с правилами, нормальными правилами игры. И из нее потом, когда сдохнет весь Минобор целиком поголовно, уже возникнет нормальный новый. Новая жизнь, понимаете? Да, новая жизнь. Но это одна из наших тем, которые мы тоже, ну, как бы, вот, пытаемся продумать, да? Не обязательно в прямом смысле слова. Что есть, чтобы... На всякий случай, если кто захочет, там, есть придираться к словам. Есть всегда бюрократическая какая-то система, да? И все-таки бюрократическая система, вот где-то, она, ну, скажем так, она эффективна, да? Ну, например, там, не знаю, там, защита целостности государства. Не, ну, вообще, военная система приказная, там, наверное, эффективна без нее, как каждая свою войну. Да, мы не знаем, там, строительство Крымского моста, каких-то огромных сооружений, дорог и так далее, да? Да, но есть какой-то определенный уровень, да, где бюрократическая система, она не может быть эффективна. Она только может тормозить, то есть, чем меньше ее, тем лучше. Вот когда мы говорим про школу, там, отвяньте от школы, да? Да, они не могут отвязать. Это такая энергия? У них KPI, у них эти самые показатели. А дайте нам фотографии, как прошел урок физкультуры, вы обязаны их дать. А вы должны вот это сделать, а вот здесь вот тоже это. Вроде никто никому ничего не обязан. Но так как зарплатная, существенная часть зарплаты привязана именно к тому, что ты слушаешься всех этих хотелок, да, то, соответственно, все делают, хотя никто не обязан. Это вот феномен, который мы сейчас пытаемся разобрать, но что с ним сделать, мы не очень понимаем. Ну, с ним, на мой взгляд, ничего не сделаешь, потому что один из героев таких, у нас в России 62-62 входит, как были, живые люди, да, и мертвые, да? Значит... Весь с тобой входит... Да, да, да. Так. Александр Васильевич Чаянов, да, который был экономист, ученый, бизнесмен, потому что организовал один из крупнейших леноводческих... Кооперативов в Российской империи, был чиновник, был товарищем министра во временном правительстве сельского хозяйства, в советское время занимал, ну, такие министерские, ну, крупные должности директором института был там и так далее. То есть он знал и бизнес, и был ученым, и бюрократом, и так далее. И вот он писал о том, что бюрократия, она не может быть в определенных вещах эффективна, потому что она никогда не думает, никогда не направлена на что, она всегда направлена на как. Потому что в бюрократической вот этой огромной цепочке всегда очень важен контроль. Потому что если ты не контролируешь, да, то вся эта бюрократическая цепочка, она незачем. Да, и из-за того, что люди, и это естественное желание контролировать, да, все по всей этой цепочке, то чем она крупнее, тем больше вот этот элемент контроля. И в конце концов, вот этот элемент контроля, как бы, он заменяет собой, ну, собственно, то, что ты, да, суть, то, что ты делаешь. Напишите отчет, что вы привились все, что в вашем классе все привились от гриппа. Ну, вы можете не прививаться, но вы напишите, потому что мне нужно читаться. Это не значит, что бюрократии не должно быть, да. Но это значит, что в некоторых вещах в определенных энергия, которая вот передается по вот этой бюрократической цепочке, она всегда будет рассеиваться, да. И вот, условно говоря, вот, ну, мы говорим о том, что вот этот уровень... Но почему это обязательно происходит в образовании? В Советском Союзе так все-таки не происходит в этой степени, да? Не, ну, это не только в образовании. Нет, я к тому, что это интересный философский вопрос все-таки, когда это происходит, когда нет. Вот я думаю, что какие-то мифы все равно нужны. То есть, ну, вот, вот, скажем, миф, что учитель должен там проверять печное отопление у всех учеников своего подшефного класса. Ну, в Советском Союзе это нельзя было продать. У них же есть родители. Ты шутишь, директор? Или что вообще, да? Или что там, Рано шутит? Ну, наверное, шутит, ладно. Все пожали плечами и спокойно делают свои дела, да? А сегодня это не миф, а реальность, которую в Удмуртии, значит, нагибают и заставляют учителей ходить и проверять. И попробуй не проверить, значит, соответственно, ты теряешь это, ну, там... Баллы. Баллы. Да. Вот. И вот, как бы, каким-то нормальным ответом на такие вещи должно быть коллективное действие. То есть, какой-то вот орган, да, который где-то далеко сидит, не знаю, Алексей Саватеев или кто-то еще, и говорит там. Дорогие учителя, вот по этому поводу посылайте хором сразу на три буквы. Вот, все. Мы это не будем делать. Лидия Ивановна, мы делать этого не будем. Это как я сейчас вышел, вот тут вот, я сказал, Олегу сейчас тебе еще не сказал, вышел сейчас на Эмпатии Мануччи выпуск со мной. Это такой, как бы, типа, Дудя, такой миллионный канал, очень актер Вячеслав Манучаров. И я там приводил пример, вот что если поставить, как бы, ну, если поставить туда вот каких-то людей, там, например, фронтовиков, да, таких вот самостоятельных и независимых, они бы говорят там, Лидия Ивановна, я это делать не буду. Ну, вот, как бы, если будет такой вот, ну, внутри учительской массы, вдруг возникнет такая вот идея, что мы можем взять и сказать, что мы не будем этого делать. Все сказать, не то, что один, а все так будут говорить. Тогда это, возможно, бюрократия, как бы, будет, ну, отфутболиваться наверх, ну, там, как-то там, где-то вращаться вот в этих, туда-сюда, но не решать нижнему этажу. Я бы не сказал так, это все-таки то, о чем ты говоришь, это некая идея такого протеста, что ли, да? Не, ну, просто, это не то, что протест, а сфутболиваешь ерунду, которой тебе не нужно, и мешать работать. Но это и есть в каком-то смысле идея, исходящая от, то есть, исключительно от протеста. Я хочу вот показать, как вот, например, от Териберки, собственно, к, там, образованию, к чему-либо еще. Кстати, у Териберки есть школа, да? Значит, угол зрения большого количества людей на Териберку изменилось. А что это значит? Это значит, что они увидели, что они свое творческое начало, делающие его, на самом деле, их людьми, да? Могут проявить самостоятельно, не противостоять кому-то. Они же могут сказать, отфутболивать идеи переселения жителей кола. Не переселяйте, отставьте их, мы выйдем на митинг. Нет, я не перееду в кола, это что-то такое, в кола не переезжаю. Нет, они такие, нет, слушайте, мы открываем 10, не знаю, там, вплоть до бутика одежды, мы тут открываем производства какие-то, мы открываем здесь гостиницы, вот. То есть мы начинаем, проводим здесь фестивали, мы проводим здесь какую-то бурную жизнь. Мы тут, не знаю, ремонтируем школу, что-то еще. То есть мы проявляем каждый из них. Да, это я понимаю. Каждый из них. Нет никого-то коллективного действия, в смысле, что они не объединились такие... Нет, ну, это на уровне директора можно. Это то, что ты говоришь, можно на уровне директора. Каждый конкретный человек сказал, я приезжаю в Териберку и буду там делать то, что хочу. Например, ягоды или пиво. Вот чувак видел интервью с этим. Товарищ человек, который пивоварню там открыл, говорит, а зачем вы это сделали здесь? Почему вы в Териберке открыли? Зачем вы это сделали? Я люблю пиво очень. Я люблю очень Териберку. Я взял и сделал, сделал. И вот приехал сюда, думаю, почему здесь не открыть самую северную пивоварню в России? Это же красиво. Я пиво люблю. И я люблю Териберку. Кстати, а в мире самая северная Норвегия есть по севернее? Ну, в мире, может быть, еще и есть. Но он ни с кем-то не объединялся. Он как бы вместе с большим количеством других людей, но каждый по-своему к этому пути пошел и раскрылся там как творец. И мы вот и в книжке, и в фильме, и вообще в нашей философии вот этого русского будущего, Россия-262, говорим... Человек это творец. Да, человек, так сказать, свой творческий потенциал. То есть мы говорим Фурсенко, нет. Директор Мартышин, директор обычной сельской школы. Он как творец раскрылся, и школы, он же ни с кем не объединялся, чтобы противостоять Министерству образования. Он просто сказал, я хочу сделать очень хорошую школу. Я и буду делать, несмотря на что. Так вот, я хотел сказать, это на уровне директора можно, на уровне счастливей, конечно, нельзя. Также там есть, например, глава района. У нас один из... Да, глава района. Кто это? Мулина Рамиль. Мулина Рамиль, значит, из Муслимова. 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 Татарстан, самый бедный район республики Татарстан, он, объединяясь там с местными жителями, можно сказать, провел такую некую социальную мобилизацию, что ли, да? И сделал так, что этот район просто превратился в цветущий край совершенно. Просто благодаря тому, что он смог объединиться. Да, новое земство. Да, и, в общем-то, фактически создано такое, как бы, земское движение отдельно взятого района. То есть, он сделал, на самом деле, много наперекор тому, что принято делать чиновникам. И получил кучу уголовных дел против себя, о чем он говорит, да, и там... Ну, вообще, слушай, ну, это... Ну, он сказал, я все равно буду делать, я буду делать свою работу хорошо. Даже если я нарушаю что-то, я все равно буду делать. А сейчас мы, например, нашли героиню для нашего подкаста, которая на радио «Спутник» выходит тоже, «Россия-262». Она, ну, пожилая женщина, была директором школы всегда. А сейчас она дворник. Бахчисарай, нет? Нет, под Бахчисарай, там цветочная, по-моему. В общем, в Крыму небольшой поселок. Она работает дворником. Это дворник, которая... Она говорит, вот местные жители идут, они снимают шляпу. Здравствуйте, Ольга Тимофеевна. А местные алкаши перестали полностью бросать окурки мимо урона. Нет, алкаши снимают шляпу, ей кланяются. Да, и больше они не бросают окурки мимо урона. Они собирают окурки. Да, собирают, наоборот. У нас полная чистота. Если выходной день, я знаю, много людей будут гулять. Я, конечно, выйду на работу, хотя мне никто ее не оплачивает. Ну, потому что я хочу, чтобы было вокруг все чисто. То есть дворники, директора школы, главы района. Кроме этого, она играет с детьми в прятки во время работы. Дети к ней приходят делать домашние задания. Она им объясняет уроки. Рассказывает им сказки. Великий дворник, как в песне Горбинщикова. Великий дворник. Она еще в этой... Она одета, она в шляпе, она сама себе шьет. Она говорит, меня вот, я когда была учительницей, меня всегда называли принцесса, княжна. Вот. И я говорю, ты до сих пор. А ей там, ну, около 70 лет. И она до сих пор так же одевается. При этом она на работу так тоже одевается. Хочу стать дворником. Рассказ у Венера был. Я просто говорю, что мы в мире конкретных людей. Дворник, глава района, то есть бюрократ, да, самый членный, директор школы, вот какие-то предприниматели в Тереберке и так далее. То есть эти люди могут заниматься совершенно разными делами, но они преобразуют реальность, гармонизируют вокруг себя и тем самым свою человеческую сущность как бы раскрывают. Они обретают себя как человека в этом. И, собственно, наш основной посыл в том, что на самом деле надо именно угол зрения на самих себя, чтобы каждый посмотрел на самого себя и вокруг несколько иначе понял. Я творец, у меня окружает какая-то реальность, я за нее отвечаю. Это Господь мне вот дал эту реальность, я ее могу изменить, я ее могу гармонизировать. Я могу ни с кем не воевать, я не могу объединяться с кем-то во имя хороших идей. Я просто лично могу действовать. И когда вот один лично действует, другой лично, третий лично действует, то, вы представляете, он с фингалом, да? Вот, кстати, по поводу фингала. Вы знаете, что Ньютону на голову упало яблоко, да, после чего он открыл второй закон Ньютона. Вот мне в субботу на голову упало дерево целое, да? И вот я вчера... Ну, это закон семерного тегачения. И вот вчера... Дополнительный. Значит, я подумал следующую вещь. Был такой в 30-е годы биолог русский Бауэр. Его, ну, его Вернадский, ну, цитировал, ну, и как-то с ним тоже общался, да? Ну, там еще, на самом деле, многие там ученые, да, определенного направления, да, вот, как бы... И который... Он задавался вопросом, как и Вернадский. Если во всех системах действует второй начало термодинамики, то все системы должны прийти, ну, к хаосу. Не к порядку, а к хаосу. Ну, это такое, да, я уже думал об этом, что... Это одно из, как это сказать, каких-то доводов в пользу существования высшей силы, да, Бога. Да, но сейчас мы не об этом. Что человек, он борется с энтропией, а так бы какой... А, ну, Вернадский писал, да, и Бауэр тоже, что очевидно, что в живых системах, да, есть негантропийный процесс, да? Да, 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 да. Вот, и, соответственно, каким образом появляется что-то, что является, ну, антиподом второму началу термодинамики и, соответственно, увеличению энтропии, да? Понятно. И вот Бауэр говорил о том, что вот есть какая-то система, в нее поступает какая-то энергия, да? Ну, извне, ну, солнечная энергия, например, да, поступает. Но в этой системе должна эта энергия не просто, она создает некий градиент, да? Ну, понятно, она создает градиент, потому что это внешнее влияние какое-то. Но дальше в этой системе должна произойти работа по переработке этой энергии, по, соответственно, по производству свободной энергии, которая является жизнью этой системы. Я не понимаю здесь, что имеется в виду, в каком смысле, потому что физик бы сейчас заржал, и вот он сказал бы, что это такое у нас четко определенное. Вернадский писал о том, что как раз вот это... Что имеется в виду? Что труд человека... Он белый в виду труд человека. Да, труд человека. В приложении к труду человека все понятно. Труд человека, вот эти процессы, которые в растениях, в зеленых происходят, да? Соответственно, это некая работа по увеличению энергии. То есть во всех живых организмах энергия увеличивается. Антиэнтропийно или что? Нет, наоборот, антиэнтропийно. Но это мне нужно, слушай, это нужно с физиками говорить, не со мной. Нет, ну я уже говорил, например, с тем же Копейкиным, в принципе, когда я писал свои статьи, я ему, естественно, давал, да, чтобы не было там каких-то вещей. Он говорит, что нет, да, все в порядке. Здесь я не смогу проделывать... Ну, просто Вернадский и Бауэр считали, что труд человека, вот я о чем говорю, и воля, соответственно, человека, направленная куда-то, она является причиной всего. То есть это не детерминированный процесс. Вот у нас тут, понимаете, вот такие-то условия, вот здесь нет школы, вот здесь 20 человек учатся, детей никто не рожает, я ничего не могу сделать, давайте найдем внешние инвестиции, здесь построят завод, тогда здесь будет зарплата, будет школа и так далее. Нет, все происходит не так. Приезжает человек, у которого есть воля, который готов свой труд вложить, и он рождает жизнь на этом месте, понимаешь? То есть в этом смысле, ну, хозяйственная жизнь и экономическая жизнь, ее причиной являются не внешние инвестиции и не деньги. Причиной хозяйственной жизни и экономической, в том числе, является воля человека. Относить на чего? Относить на чего? На марафоне хорошо видно, как действует воля, когда люди уже умирающие совершенно, тем не менее, зачем-то себя доносят до финиша. Там их тошнит. На зубах, да. Это да, это вот и вокруг, значит, ни один же такой ненормальный, да? Тут 20 тысяч человек этим занимается. Могли бы остановиться, да? Да, слышу, бруси, что-то уже устал, жутко, да, устал. Там, не бросай, ну-ка вперед, а ну не останавливайся, давай, заставь себя, там, соберись, тряпка, да? И народ вот дожимает, дожимает вот этот вот вектор воли такой вот, я должен это завершить и сделать, да? Это вот в таких соревнованиях очень хорошо видно, что это тоже против антропии, конечно, идет, против закона. Ну да, так ты вышел на улицу с подъема, грязно, понимаешь, что такое? Да пошел он. Ну, и начал убирать. Либо наоборот, взял, развернулся, сказал. Нафиг, не убрали. Нет. Путин виноват. Уберите мне, тогда я выйду на улицу. А я уже в Москву жить. Да, я пойду в Москву, там чище. Или в Нью-Йорк. Да, 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 эту избу засрали, пошли покупать новую. Правильно, правильно, это вот два противоположных вида поведения. Это вот поведение, что вот тут вот, тут как бы нам вообще это все не подходит, сейчас поедем, там чистенько. Когда известный профессионер ныне, так сказать, находящийся в местах отдаленных, он собирал народ в Москве, и они кричали там, кто здесь лазит, мы здесь лазит. Вот у меня это всегда фраза, она, с одной стороны, мне кажется, очень правильной, в том смысле, что вообще это здорово, когда человек так думает про себя, каждый. С другой стороны, понятно, что он совершенно иное имел в виду, но это просто профанация. А на самом деле, если человек действительно говорит, кто здесь лазит, мы здесь лазит. То есть, он там берет, и уходит, начинает убираться, начинает решать проблемы, а не он не бегает, да, он просто берет и сменяет реальность, потому что он власть. Он власть здесь лазит, а власть это ответственность. В России принято любить заключенных, поэтому я в его защиту должен сказать, что проект Росяма вполне себе работал. Я даже в Тулуне заделал яму таким образом. Я написал в Росяму, и она была заделана на главной улице, яма за ямой идет. Ну, не на главной, но на одной из самых главных улиц, там, вот в этом микрорайоне, самое главное вообще. Вот, яма за ямой, невозможно ехать быстрее, чем идет пешеход. Ну, я написал, значит, туда, и заделали яму. Нет, ну, я к тому же говорю, что у нас... Какие-то его начинания были вполне в соответствии с словами. У нас просто такое сидит в головах, ну, не у нас, я думаю, это по всему миру у людей, потому что патерналистское сознание, в большей или меньшей степени, и вы считаете, что какой-то кто-то там что-то мне должен. А если человек говорит, я должен. А, я помню эту историю. Мой друг Сергей, не буду называть фамилии, он не любит, когда его упоминают, особенно когда по политику начинается что-то, чуть-чуть рядом с политикой. Празднуют они в парке Прокровской стречни у чей-то день рождения. И там вот столб опасно накрененный электрический. И вот 15 человек разделилось на две категории. Одна говорит, что это лично Путин виноват в том, что столб накренен. А другие, что нет, это не лично Путин виноват, а подонки, которые рассели на всех, значит, вот... Бояре. Да, да. И вот, значит, идет спор, лично все-таки Путин или не лично, а косвенно и опосредованно. И только один мой друг набрал номер префектуры и сказал, вы знаете, что у вас очень опасно висит столб. Да, что вы говорите? Спасибо вам большое. И через два дня поправили. Я думал, что они 15 плюс потянули, или вы поставили его на место. Он обломил и дал одному по башке. Да. Так вот, если у кого-нибудь в каких-то конкретных вещах, то вот, собственно, из нашей работы в Чериберке родилась, собственно, вот эта наша организация «Большая земля», когда мы стали уже с Олегом, там, с нашими коллегами-экспертом всякими, ездить там в разные места России, от Татарстана, там, Кубани, там, до... До Елизова на Камчатке, да? Да? Елизова. Елизова. И так далее. И, собственно, работали... Всегда не местные, всегда неправильно. Я еще не знал, я еще не был, потому что там. Трудно доехать. То есть, как каждым конкретным муниципалитетом работали, ну, называясь, то, чем обычно называют, это называют развитием территории. И, собственно, работа на местах, она породила вот некое такое, то есть, от частного к общему, философию, которая сформулировалась уже в виде книжки, там, подкастов, там, и сериалы, которые мы... Ответ, да, ответ такому, как бы, вот это все течет по плану, да, и куда оно придет. А это книга о том, как можно взять в свои руки лопату, да, и разгрести эту каналу. Ну, да, и прийти туда, куда хочется. Да, и прийти туда, куда хочется. Да, это, кстати говоря, тоже конситуальная очень большая разница. Это книжка, она... Ну, да, скорее всего, я уже начал читать, но все... Фотурологи, которые говорят, вы знаете, вот мир будет вот таким. Будет так и так-то, будет так и так-то. Ну, так сейчас вот нам, в сегодняшний день, об этом говорим. Не, ну, он экспертно говорит, какие технологии развиваются, поэтому какие будут через два сутки. В принципе, даже, может быть, он и прав. Обычные, например, классные примеры. Классный пример, например, с архитекторами, которыми мы пытаемся работать, там, в рамках Россия-260. Мы говорим, какое будет будущее нас ждет? А они начинают говорить про мегаполисы, про какие-то гигантские муравильники. Здесь про это есть. Да, про капсульные отели, капсульные квартиры. Да, да, да. Потом мы спрашиваем. А вы хотите в этом жить? Да, вы сейчас где находите? Я в своем доме, там, в Тарусе. Я говорю, ну, вы в будущем будете в капсульной квартире жить? Да, вот, вот, отлично вопрос. Нет, я здесь буду жить в будущем. И приведи Господь, говорит. Это все наши дети. Я думаю, они тоже, смотрите, вот, видите, Тарусе, я им тут построил. Тогда для кого вы строите эти капсульные отели? А как же иначе, как же иначе? Ведь будущее оно такое. Вот эти фоторологи, они примерно такие. Они вам скажут, что вот все, роботы, там, роботы захватят мир. Вы в таком мире хотите жить? Не, мы не хотим. Ну, что делать? Роботы захватят. Да, да, да. А эта книжка другая. Я так, кстати, да. Ты знаешь, что вышел у Грефа вот этот вот страшный манифест 2035. Очередная вот эта вот. Я не виноват, так все будет. Нет, это даже мне не нравится, пишет он. Ну, что делать, да? Ну, что делать, это же будет, да. А мы говорим, это не будет. Не, не будет, будет, мы не будем. А мы с Олегом решили, что мы напишем такое будущее, которое мы хотим жить, чтобы наши дети, знакомые, друзья, внуки, я не знаю. Я помню, как вы перевернулись, мы тогда вышли побеседовать на этот самый, на Zoom-платформу. Кстати, да, ну, в будущем вполне могут быть Zoom-платформы. Почему бы нет, да? Удобно переговорить по телефону. То есть это же не ретрограды. Я думаю, что у каждого из тех, с кем вы говорили, есть смартфон, в отличие от меня, да? То есть это как бы не ретроградское движение, это движение воли. Да, тут важный момент, что вот это вот такой технологический оптимизм и прочее, все, что свойственно подобным футурологам, это, на мой взгляд, на наш взгляд, наверное, это, в общем-то, признаки тугодумия. Потому что, когда люди говорят о каких-то инструментах, пусть высокотехнологических, в общем, как о целевых каких-то вещах, это странно. Ну, потому что вообще-то человек, он создан здесь для творчества и счастья. А какими-то технологиями он будет использоваться, это второе. Ты, кстати, увидел, что я доложил? Есть у него технологии? Нет у него технологии? Да, это дело абсолютно десятое. Это второе дело. Ты знаешь, что технологии не будут развиваться? Конечно, будут. Ну, отлично. Но только при развитии технологии давайте исходить из целеполагания, что мы это делаем все ради человека, а не человек живет ради технологии. Вот технологии служить должны ему. По моему убеждению, тут я заложил прям закладочку, уже есть и еще найдется немало областей применения искусства интеллекта. Также, возможно, немало сценариев, в которых он имеет шанс существенно улучшить наше общество. Прежде всего, это чисто экономическая выгода. По оценкам PricewaterhouseCoopers, в 2030 году эта выгода составит 15,7 триллиона долларов. Это, конечно же, здорово поможет в борьбе с голодом и бедностью. И тут я закладываю... Бла-бла-бла. Вот я закладываю, потому что... Лапша, да. Вот, значит, сколько там выделится средств, мне не важно, но мне совершенно ясно, что ни в какой борьбе с голодом или бедностью оно не поможет никому, потому что мир сейчас устроен. Максимально несправедливо. Эмпатия убывает. Понимание и сочувствие друг другу убывает. И, конечно, никто вот эти деньги вырученные помогать кому-то еще не пустит. И вот это мне абсолютно очевидно. В этом месте я заложил даже эту самую. То есть этот мир будет для нескольких человек. Вот эта цитата, но книжка выглядит так. Он пишет, он пишет, он пишет, я не донеский человек. Она бывает в тошноту. Но вот если говорить, кстати, о математике и об экономике, то вот я читал статью американских физиков и экономистов. Никола Скафета и Сержио Пикоцци, по-моему. Ну, Пикоцци точно фамилия, не помню. Они построили математическую модель, которая описывала распределение, неравномерное распределение богатства по данным налоговых ведомств США и Великобритании. 5% населения в США и Великобритании по данным налоговых ведомств владеют 80% богатства. Но никто не может выстроить модель, которая бы объясняла, почему так происходит. При этом они показывают, что с послевоенных времен вот это неравновесное, неравномерное распределение богатства, оно только увеличивается. И оказывается, в их модели они смогли ее выстроить именно потому, что инвестиции являются причиной неравномерного распределения, вот такой концентрации богатства. Но надо заглянуть, я не видел этой статьи, соответственно... То есть они говорят как раз, что обмены торговли, обмены торговли, они равномерно более распределяют богатство, да? А именно инвестиции, они неравномерно распределяют Ну, надо смотреть. Но, в общем, суть в том, что они не верят в то, что эти 15 триллионов будут пущены куда надо. Из экономической практики, на самом деле, это абсолютно понятно. Потому что спекулятивная часть, ну, любых капиталов, да, она является, ну, самой концентрированной, как бы, частью, да? Ну, потому что, если там, ну, предположим, ты можешь... Ну, вот я всегда привожу пример кока-колу, да? То есть вот есть некий напиток, который вот в бутылке находится, мы даже можем не говорить о его полезности или вредности. Говорят, что очень вредный, но неважно, да? Он десятилетиями, в общем-то, никак не меняет свой состав и стоит он там меньше копейки денег, да? Но при этом, вот, акции этой компании, они постоянно растут, объем продаж увеличивается, все время вот эта маркетинговая спекуляция, которая говорит о том, что там спортсмены пьют кока-колу, ученые пьют кока-колу. Помнишь, три толстяка, да? Это самое, Юрия Олеша, три толстяка. И так далее. Толстяки нервничали и все больше надувались, да? Там, это самое, краснели, надувались, значит, кока-кола так тоже надувается, надувается. То есть выпуск товаров и услуг, да, не является причиной производства ценности в данном случае, вот абсолютно, да? Причиной производства ценности в данном случае является некая спекуляция, ну, там, маркетинговая. Ну, понятно, да. Спекуляция там ввел, там, в Совет Директоров побольше женщин, геев ввел в Совет Директоров. Акции компании, ну, подорожали, да? Это спекулятивный капитал, кому он будет принадлежать? Робот. А это еще круче стало, чем... Принадлежать не всем, понимаешь, да? Естественно, это совершенно понятно. И понятно, что это будет, вот эта пропасть будет расти. Понятно, что если ты, Лёш, что-нибудь придумаешь и придешь ко мне, например, и скажешь, Олег, вот ты инвестор, я знаю, у тебя есть деньги, давай вот мы осуществим то, что я придумал, мои навыки, мой ум, там, вот что-то такое. Да, я тебе скажу, Лёш, ну, 90% будет принадлежать мне, этой компании, а тебе, ну, дай бог, будет принадлежать процентов 10, правильно? Почему? Ну, потому что у меня деньги, а ты никто. Вот и все. Таких умников бегает. Нет, ну, на самом деле так происходит сейчас в экономике, и только так, да? Вот, соответственно... Ну, да. В общем, я, да, я завершая, я хочу сказать, что когда я вот получил это приглашение, я долго смотрел, потом меня, значит, вот это все... Сервался. Да, потом я решил, что надо поговорить. И первый вопрос, который я задал ребятам, стоит в том, что они что, футурологи? Я говорю, сразу предупреждаю, говорю, я футурологов ненавижу. И они говорят, переглянулись, так говорят, мы тоже ненавидим футурологов. И так, давай ненавидим их втроем вместе. Футурологи, это жопа. Леша сказал, что, что, что? Жопа? О, интересно, вот это интересно. Мы будем будущее строить, а не предсказывать. А и вот это меня уже зацепило. Тут мы поговорили, да, там что-то какая-то долгая история была, когда мы первого встретились, я даже не помню. Ну, в общем, вот. И потом, когда мы вот эту книгу, да, вот получили, я прямо писал даже для нее. Здесь написано, что ты можешь зачитать себя. Я, да, Алексей Саватеев, математика, экономический член-корреспондент РАН, блогер. И что ты сказал? А, вот, книга супер. Всегда говорил, что надо собирать внутреннюю тайную Россию. А тут взяли и начали это делать. Молодцы! Россия зародится внутри наиболее совестливых, неравнодушных, самобытных граждан страны. И вырастет как трава, которую не остановить. Это вот, как это, нет ничего приятнее, чем зачитать собственную цитату, да? Ну, в общем, да. Я хочу сказать, братья и сестры, что у нас, значит, есть вот такая вот прекрасная книга, у нас есть прекрасные люди, у нас есть вообще движение «Россия-2062», в котором лично я участвую в президиуме, да? И собственными силами вот езжу и математики всех учу, да? Это вот мой фронт личный. Вот я, мой ответ, да, как ты говоришь. Если мы не протестуем, мы, конечно, где-то там и протестуем, да? Но если мы не протестуем, что мы делаем? Мы садимся в поезд и едем в город Н проводить лекцию по математике. И это мой путь. Это вот, ну, как бы. И как у вас тут принято, кстати, в Ютьюбе вашем, в ваших интернетах, подписывайтесь на канал «Россия-2062». Да, конечно, конечно, обязательно, чтобы все увидели, что есть люди живые, веселые, пьющие, да, курящие, там, матерящиеся, да? Да, в отличие от некоторых, да, которые… Он завидует, ему нельзя уже просто. Вот, которые, значит, собираются там по вечерам, тусуются, как мы в былые времена, да? То есть искусственный интеллект не поработил этих людей. Вот, и вы можете стать такими же, и вас тоже он не поработит. Так что вот надежда есть, и надежда живет в одной стране. Страну это называют, называется, страна это Россия. Так что на этом мы завершаем. Друзья, Россия-2062, ей быть, у нас 39 лет до юбилея, до 1200-летия нашей Родины, а то там один тут президент какой-то бывший, Дмитрий Анатольевич Медведев, заявил как-то, что Россия очень молодая страна, ей всего 20 лет, да, сказал он, в 11-м году. Вот, и после этого было очень много сарказма по поводу него в интернете, но он, конечно, с тех пор передумал. Теперь я думаю, что нет. Ну, справился, он вырос. Ну да, но такие ляпы, да, такие ляпы, конечно, при том, что нам уже 1200 лет скоро будет, вот, конечно, без смеха слушать нельзя. Друзья, вот такая у нас вот получилась встреча сегодня. Всем Маткульт привет, и до новых выпусков на канале. Маткульт привет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова